Молимся Царю Небесный, Утешителю души истинным, И живи с небесы, И вся исполняй сокровища благих, И жизни податели, но притяны, И очистены от всяких скверных, И спаси благослови нас, Господи, благослови настоящее занятие, не дай уклониться ни направо, ни налево от правильного понимания Божественных слов Твоих, поймут с нами, сохрани нас в единомыслии, в единодушии, хвала Тебе, Отец и Святой Дух, Аминь. Деяния святых апостолов, 9 глава, 3-9 стихи. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против вражнам». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо было сделать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Саул встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки и привели в Дамаск, и три дня он не видел и не ел и не пил. Толкование. Видение произошло не в городе, но на пути и в тишине, потому что толпа не поверила бы, а только посмеялась бы, как и там, при Иисусе Христе, слышавшие голос с неба. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 29 стих. А этот Саввел заслуживал доверия, потому что рассказывал о том, что с ним случилось. Итак, не в Иерусалиме и не в Дамаске, но на пути облистал свет, чтобы то, что с ним случилось, иные не стали объяснять иначе, но чтобы сам он объяснил это, так как он заслуживал доверия, потому что он и видение видел, и болезнь потерпел. Это говорит Павел, и защищаясь перед Агриппою, Деяние 26 глава, 12 по 18 стих. Христос не говорит ему, веруй, но упрекает его, говоря, что меня гонишь. Почти что говорит, что малое или великое ты потерпел от меня, что ты мне делаешь это. Для чего это явление и вразумление Саввы не было сделано вначале? Для того, чтобы показать, что Христос действительно воскрес. Потому что, как уверовал бы гонитель его, и не верующий его воскресению, и таким образом неистово преследующий верующих, если бы сила воскресения его не была велика. А почему не тотчас же после воскресения? Чтобы очевиднее обнаружилась вражда против учения о воскресении, и более божественным явилось превращение в образе мыслей Павла. Всех и бывших с ним осеевает свет, чтобы они свидетельствовали об этом явлении, но ослепляет он не всех, а одного только Павла. Чтобы не подумали, что это было общее и как бы случайное несчастье, но чтобы открылось, что это было вполне действие божественного промысла. Почему же не уверовали бывшие с ним? Чтобы они могли быть достоверными свидетелями того, что случилось с Павлом. Потому что, если бы они уверовали, то показалось бы, что они свидетельствуют по пристрастию. А чей голос слышали бывшие с Павлом? Голос самого Павла, когда он отвечал. А голос небесный слышал он один. Рассказывая далее, сам Павел говорит. Бывшие со мной видели свет и устрашились, но говорившего мне голоса не слышали. Об этом мы читаем в 26 главе 14 стих книги Деянин. Очи Павла пострадали, потому что избыток света обыкновенно действует болезненно, так как и глаза имеют меру. Говорят также, что чрезмерный звук делает глухими и бесчувственными, потому что он очень раскаивался в том, что преследовал церковь, и печалился, и молился, и просил Бога, чтобы было прощено ему это. Ну, кто что хочет сказать? Сейчас Вячеслав, Бог даст подключиться. Нет тебе, Вячеслав. Почему-то я не слышу тебя тоже. Не слышу. Сначала Игнать Тихонич, я не слышал, потом. Игнать Тихонич, скажите что-нибудь. Слышишь меня? Да, вас слышу. А вот Вячеслав, только губы шевелятся. Да. Что-то вроде... У кого-то это, не знаю, у кого. Нет, Вячеслав, тебя не слышим. Может, там у тебя включен микрофон? Нет, нет, включен. Слышно или нет? Сейчас слышно, да. Сейчас слышно. Нормально. Сейчас слышно нормально, только камера немножко кривовата. Понятно, мир вам всем. С миром принимаем. Мы девятую главу прочли сейчас. С третьего по девятый стих прочли и толкование прочли. Это о том, как Христос говорит, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Как вот его света сияла. Ну и толкование. Я не знаю, что здесь можно сказать. У кого какие мысли. Игнать Тихонович. Можете что-нибудь сказать? Нет? Что-то губы шевеляться не слышно у вас. Ну и дальше тогда. Слышите так? Ну так-то, конечно, микрофон тогда рядом. Если у кого-то ничего нет, давайте дальше продолжать тогда. Десятая, шестнадцатый стих. Вячеслав, читайте. В Дамаске был один ученик именем Анания. И Господь в видении сказал ему, Анания. Он сказал, я Господи. Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме торсинянина по имени Савла. Он теперь молится и видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему, и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал, Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла он сделал святым Твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями, и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Толкование. Почему Анания, не будучи из числа достопамятнейших и известных учеников Спасителя, получает власть огласить и уврачевать Павла, имевшего сделаться таким великим проповедником Евангелия? Потому что Павел должен был быть наставлен в истинных веры не человеком, но самим Христом. Потому и Анания его окрестил и уврачевал, но ничему не учил. А что он не был из числа очень известных, это видно из его опасения и страха, что открывается из его слов. Он так боялся преследований со стороны Павла, что был поражен и пришел в ужас, когда только услышал от Господа имя его. Он не обратил внимания даже на то, что было сказано затем, а именно, что Саввел молитву творит, что он видел видение, что он ослеп, и что Анания посылается к нему для того, чтобы оказать ему благодеяние и спасти его. И видел в видении мужа именем Ананию, потому что он не мог видеть наяву, так как был слеп. Естественно, был находящимся в страхе допытываться узнавать то, что против них замышляется. Посмотри на страх, каков он, потому что он не допустил, чтобы дошло до его слуха имя Павел, и уже говорит, «Боюсь, что чтобы как-либо он не отвел меня в Иерусалим, не только, говорит он, сделается верующим, но и учителем, и будет иметь великое дерзновение, пред языками и царями и пред иудеями предстанет. Этим Господь ободряет Ананию, а вместе и пристыжает его, как бы так говоря. Если он так неистовствовал на меня и убивал, и однако будет терпеть все, то неужели ты не хочешь даже и окрестить его? Так как Ананию, услышав, что Павел слеп, возрадовался и чуть было не сказал так, «Это хорошо, оставь его слепым. Зачем повелеваешь мне отверстие в очи его? Чтобы он опять стал вязать? Или чтобы он снова стал наказывать нас?» То Господь говорит, «Он не только не будет делать ничего ужасного, но и будет терпеть многое за меня». Хорошо сказано, сосуд избранный. Это выражение показывает, что нет естественного зла, так как мы избираем заслуживающее одобрение. Меня хорошо слышно? Да, хорошо слышно, слава Богу. Спаси Христос. Сегодня есть у нас такие жизненные примеры, чтобы был гонитель, и вдруг раз бы с неба его света сиял, и он стал... Вот так. И Савва превратился в Павла. Игнать Тихонович, были у вас в вашей жизни такие случаи? Вот те, которые бы вас гнали бы, вязали, а потом бы раз бы и благоволили вам? В какой-то степени. По масштабу, насколько мы меньше Павла, видимо, и гонителей поменьше. Вот у нас ходит Татьяна Новикова, она давала показания обо мне, они написаны в книге «До слова Божия нет уз». Против. А потом пришла в общину, принесла покаяние, и теперь житель Потеряевки будет. Вот конкретно. Особенно отец у ней там был, ну, он неграмотный, ну, говорил неподобающе. Были такие, но чтобы обратился, и вот как Савв стал, такого нет. Он нормальный стал просто. А чтобы такую ревность потом оказать, как Савв, ну, это единицы, может быть. Я считаю, у меня обращение было, как у Савв, но я никого не гнал никогда. Я даже не понимаю это. Ни до встречи со Христом, ни потом. Вот, допустим, они говорят, что это не так. Ну, расстались, и все. Спаси Христос. Слава Господу. Прочитал Вячеслав, говорит, и возложил руку. Не руку, а руки. 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 Я проверил здесь. Второе. В одном месте апостол, Савв говорит так, что я видел свет. А дальше, как разговор шел в другом месте, в 22 главе, он говорит. Он говорит совершенно наоборот. Они, говорит, голос, говорит, не слышали, а свет видели. Так видел он что-то или не видел? Вопрос почти неразрешимый. Но, оказывается, они слышали его голос, Павлов, Саввлов, а Христов голос не слышали, его соратники, спутники. Не слышали. Ну, а свет они видели. А Павел говорит, я никого не видел. Они видели свет. Просто свет. Значит, противоречий никакого тогда нет. Вот. Иоанн Златоус растолковывает. Спасибо, Христос. Я думаю, что если бы так кинуть клич, найдите таких людей, которые были вот такие ярые гонители, передавали на смерть, ну, вот как ваххабиты там эти, исламисты, а потом стал бы таким, как ревностный Саввл, не знаю, нашли бы или нет. Это был супер уникальный случай в мировой истории. Конечно, у Натсона в поэме «Христианка» там про Альбина говорит, и в «Житиях святых» встречаются. Но это далеко не равное Павлу, потому что он пошел с такой ревностью, что его тоже искали убить. Ну что ж, тогда продолжаем. Можно? Да, да, да. А где я прочитал, Игнатий Тихонович, где я прочитал руку вместо руки? Тут даже в стихе написано, чтобы он возложил на него руку. А Анания, когда вошел, возложил на Саввл руки. А у нас, да, на 67-й странице руку написано. А вы прочитали руку. А здесь так и написано в вашем трехтомнике, Игнатий Тихонович. Опечаточка. Нет, я говорю про Деяние апостолов. Деяние апостолов. Вот, с 10-го по 16-й стих написано, возложил на него руку. Так, ну какое место? Ну-ка, давай глянем. Вот, которое прочитали. Деяние, 9-я глава. Деяние, 9-я глава. Вот, смотрим. Давайте. Деяние, 9-я глава. Ну, может быть. Опечатка, значит, здесь. Опечатка где-то. 9-я глава. Так. Какой стих? С 10-го по 16-ю. Вот. Деяние сказало идее. Теперь молится. Вот. На него руку. Руку. Интересно. Руку. У него тоже написано руку. Значит, Вячеслав прочитал правильно. А вот я посмотрел, там, напечатано в другом месте. Руки. Ну-ка, посмотрим. Это же не хератония была, он как бы стелил его просто. Нет, конечно. Это... Подождите-ка. Сейчас мы увидим-ка. Там как написано? Возложил или положил? Возложил. Возложил, да. Ну, это интересно, конечно. Так. Деяние 9-17. Считайте. 17. А в 12-м стихе руку, а в 17-м руки. Ну, вот я-то посмотрел на это, на руки. А что считали-то? Откройте, стих. На-на. А в 12-м руку, а в 17-м руки. Там одну, а здесь уже... Значит, руки возложил. Руки. Руки. Руки возложил. А говорит, где руку, это просто он подчеркнул, что, как правило говорят, правую руку. То есть вместе с ними. В этом нет противоречия. Это для прозрения, может быть, руки были. Это не посвящение в апостолах. Его никто не рукополагал, Павел. Вот в 17-м стихе, когда он в дом вошел, то написано руки. А вот в 12-м стихе, и видел в видении мужа, вот в видении он видел, что руку написано. Главное. В видении одна рука, а когда уже... Значит, он видел в видении. Да. А в действительности он возложил руки. А он в видении видел, может быть, сбоку, или как там видение было ему. Только так можем объяснить. Руки. Обычно, когда возлагают, то по одной руке не возлагают. Так, продолжайте. С Сережиной собаки там залавили. Жигулов приехал, наверное. А это Витя, Савченко, сестра Завьялова. Оля, ты здесь? Здесь, Игнать Ильич. Миру всем братьям. С миром принимаем. Спасибо, Христос. Разговаривает. Я ее позвал. Вот. А это Юля Третьякова. А где остальные? Где там написано было Жанна? Где она? Ну, не берет трубку. Я звонил всем. Еще больше никого нету? Нету больше никого. Из Щелябинска-то Елены нету? Нету. Ну, давайте дальше. Идите. О, с Украины пришел. Александр, здесь? Я ему звоню сейчас. Он в сети. Не знаю, возьмет он трубку или нет. А-а-а. Вот. Видишь, Украина. Вроде как. Возьмет, возьмет, закрутила его. С миром. С миром принимаем, Александр. Что-то исчезло ваше изображение, Александр. Сейчас, сейчас появится. Есть? Вот. Это с Украины подсоединился. Вот дожили. У нас занятия идут по изучению Слова Божьего. Давай. Итак, Деяния святых апостолов, 9 глава, 17 по 19 стихи. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, «Брат Саввел, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тот час, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищи, укрепился. И был Саввел несколько дней с учениками в Дамаске. Толкование. Посмотри, какое послушание после величайшего страха. Итак, это были слова Анании, изреченные им не вследствие неверия, но вследствие страха и трепета. Тот час знакомит его с именем Господа. И притом Христос не сказал Анании, «Я явился Савву», но сказал, «Он научен Духом». И действительно, Иисус Христос не являлся ему лично, но, конечно, явился делами и действиями. «Я слуга благодати». Таким образом, они не могли ничего вымышлять от себя. Чешуи отпадают и показывают, что воспаление сильно, и что исцеление не подлежит сомнению. Силы его ослабели отчасти от путешествия, отчасти от страха, отчасти от голода, а отчасти от малодушия. Заметь, что он не решился принять пищу до тех пор, пока не получил великих даров. Вот еще один перехопчик прочитаю. Вот Лена появилась из Челябинской области. Посмотри, кто у меня в гостях-то. Ну, наклонись. О, брат Павел! Мир тебе на рыбой! Поклонись ему, а ты ему. А приехал за слуховым аппаратом? Ну, хорошее дело. Аппарат 50 тысяч стоит. 50? Ничего себе! Это мне надо год. Не обедать, не завтракать. Ну, там это, еще придачу этот... Будильник дали. Будильник. Хитрый такой, непростой туда. О, Елена Ефимова пришла. Что-то ее не видно почему-то. Снимает? Сейчас я на пикусею все. Это... С миром, брат, все. С миром, миром. С миром. Все, вот там. Там, ну... Ну, что, эта Челябинская пришла? Я там, честно. Че, Елена? Здорово, Оля. Здравствуйте. Так. Ну, Вячеслав, поэтому... Что-то можешь сказать? Нет, наверное, нет. Вот чешуя отпала от глаз. Вот какая-то вот чешуя, прям, это вот, видимо, не видимо была. Да, нет, я пробую. Александр, вы пока микрофончик отключите, поговорите, потом включите. Хорошо. Говори. Ну, тогда продолжаем, раз ни у кого ничего нету, может быть... 20-й, 22-й стих, Деяния Святых Апостолов, 9-я глава. Хорошо. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие, дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. Апостолов более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Тотчас тщательно доказывает, что сей есть Сын Божий. Тотчас он сделался учителем, потому что он не стыдился того, что в нем произошла перемена по отношению к тому, что сделалось для него ясно. Чему он научен был из закона Моисеева, о том спрашивал их. Они думали, что избавившись от Стефана, они избавились от этих рассуждений, а между тем нашли другого совопросника, более сильного, чем Стефан. Он, доказывая это, преподавал и изъяснял из тех писаний, выделено подчеркнуто жирным, которые им были известны. И комментарии Игнатия Тихоновича Латкина на слова из тех писаний. Итак, комментарии. Апостолы начали свою проповедь среди евреев. Слушатели знали Священное Писание. Все, благодарю. Поэтому в своем Евангелии, написанном для евреев, Евангелист Матфея делает много ссылок на Ветхий Завет. Точно так же поступает апостол Павел в послании к евреям. Никакие человеческие доводы не будут иметь такой убедительности в диспуте, в беседе со знающими Священное Писание, как доводы из Библии. Социологи показывают, что около 85% принявших сектантские заблуждения и пришедшие к ним православны. А если бы эти люди могли на основании Библии доказать правоту своего вероучения, то все вышло бы наоборот. Вот к этому-то и призывали святые отцы, а особенно Златоуст и Афанасий Великий. «Разделите со мной, прошу вас, это служение, я говорю ко всем вообще, а вы говорите каждому в частности, и пусть каждый содействует спасению ближнего». Иоанн Златоуст Ну так-то неплохо, конечно, было бы, если бы все знали учения, и пошел бы обратный отток из сект в православие. Ну вот, сегодня... Да, говори, брат. Мир всем. Я хотел посмотреть на апостола Павла со всех сторон. Со стороны, когда он был неверующий во Христа, и вот со стороны, когда он верующий был. Господь в книге Откровений говорит о первой любви, которая посещает всегда человека, если он обратился ко Христу. Вот апостол Павел, образец этого поведения, такого человека, когда он меняется от направления антихристианского к христианскому. И как его вся ревность, с которой он подчинялся ветхому закону, ну то есть Богу и Иегове служил, она полностью перешла в Новый Завет, то есть в служение Христу. И вот этой первой любви, я считаю, у нас сейчас как раз не хватает. Если говорить сейчас, допустим, про кого-то, вот кто у нас отошел, некоторые такие люди есть, о которых никогда не скажут, что у них была какая-то первая любовь или вторая любовь. Даже не скажут, что какая-то там она такая сильная или не сильная. Просто они никак себя не проявили по отношению ко Христу. Я даже ни разу не слышал от этих людей, чтобы они какой-нибудь вопрос задали о Христе или по Библии. Какие-то рассуждения у них были. Допустим, они где-то встали и начали беседовать с кем-то, с братьев, сестер. И обязательно это, допустим, о Христе, ну о Слове Божьем. Просто как никчемные, никчемные эти люди. И мне всегда так странно было, думаю, ну почему? Ну вот у одних такая ревность, вот как Игнатий Тихонович, горячий дом, Володя, допустим, ну брат Сергий взять. А другие вообще ничего не делают. И все мы находимся в одной общине. Господь полностью как бы всех закрывает. А потом смотрю, эй, нет, не так. Человек побыл немножко. Кто там неделю бывает всего после крещения? Некоторые на первую службу уже пропускают. Все. Там одна женщина была, надежда такая полная. Крестилась, столько говорила слова любви, там, Игнатий Тихонович и все. В лес ходила. Только крестилась. И все не пришла. И там кто-то с ней встретился и спросил ее, а ты что не пришла? Она говорит, а что мне делать? Там у вас десятина, а я что? У меня что, деньги лишние, что ли? Я покрестилась и все. Апостол Павел показывает вообще не такое отношение ко Христу. До такой степени все серьезно принимается. Ну, что только можно пожелать себе такой ревности. Но, однако, он такой же ревностный был. И мы смотрим и тогда, когда до чешуи на глаза. Но какая чешуя-то, вопрос тоже интересный. Вот, допустим, у нас был Владимир Красносолнышко. Крещение его сделали Василием. Ну, так мы его, как Василия, не узнали, князя Владимира. Владимир, Владимир, Владимир. Потому что там, видать, слово мир идет. А Василий, оно вообще нам ничего не говорит. Это не наше. И у него тоже было такое же. Перед тем, как в Херсонесе креститься, завоевал он этот Херсонес. Херсон город. И, ну, видать, не знаю, в приказном порядке или как, ну, все-таки он захватчик был. Крестили его. Он взял перед... И я след перед этим. А только его покрестили, и он слепота прошла. Тоже вот такое... Ну, я не знаю, наверное, он единственное, наверное, в житиях можно прочитать о слепоте. Но, однако, какое-то отношение к апостолу Павлову имеет, вот, к Владимиру Красносолнышко. Ну, какая-никакая, но первая любовь, допустим, у него была. Потому что у него было сейчас 800 наложниц и 200 жен. Тысяча всего. Или даже поболее. Две, две. Две тысячи было. Вот две. Два раза больше. Запутаешься в его женщинах. Две тысячи. И он всех оставил и женился на Анне. Анна, она была христианская царица. Ну, это сестра братьев, которые царствовали тогда в Константинополе, в Царграде. То есть, ну, вот какой-то видно, что шаг сделанный и какой он ревностный был. Ну, тогда с этими женщинами такой же ревностный он теперь по отношению к закону Нового Завета. Ну, то есть, вот в этом где-то можно что-то взять даже от князя Владимира. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. За комментарии. Ну, а все-таки вот мне хотелось акцентировать внимание на знание Писания, о чем говорит Игнарь Тихонович, что почему православные до сих пор нету этого авторитета. Сколько, может быть, ни одно поколение пройдет, или как. Секты растут, Слово Божие, любовь к Слову Божию у них есть, у нас же все как маленький комментарий. Можно, да. комментарий на сегодняшний день на слова брата. Я думаю, ну, как бы эту Турцию приплестить-то с самолетом с этим сюда. Я вот как раз приплелась она хорошо. Хороший очень вопрос у брата. Почему? Да потому, что везде все оболгали. Вот я, кстати, говорил на собрании об этом. От нас закрывают постоянно всю правду. То есть реальную правду в жизни нашей ее пытаются все заретушировать. И в первую очередь это церковь. Казалось бы, гляди, вот нам сейчас все рассказывают. И вот из Турции послов там отозвали там все там это эти сейчас все, все подногостную говорят. А церковь матушка молчит опять. Или то, значит, у нас патриарх на втором месте после Путина идет во всех решениях вопросов. Как такие сложные вопросы? Молчок. Ничего нету. Почему? Все ждут. А чем там дело закончится? А мы-то не пострадаем наши эти задние конечности? А то вдруг нахлопает кто-то. И все боятся, боятся. И все равно в революцию вляпываются. По полной программе. Что с живыми закапывают их. Это такую ненависть к себе нужно развить. Что люди, которые в религии обращаются к самому добру, к Богу. Их вот так вот с ними так поступают. И причем те, кто к ним ходил молиться, кого они перед собой видели перед глазами, кто их платочки собирал и целовал и воду выжимал и потом пил. и опять начинается война. Война. Ну по три обстания скажи, скажи, а Христос сказал не воевать. Хотя бы это, выражаясь, сказал нигде никаких законов Божьих до конца никто не говорит. И все вокруг только шепчутся. А, ну а молчи, потому что это и понятно. Нужно защищать нашу Родину. Нужно защищать. И вот они долдонят эти тысячи лет. Защищать, защищать. А отсюда вся неправда. Господь говорит, поднявший мяч от плеча погибнет. И у нас гибнут все, гибнут. И главное, гибнут не люди даже, а души людские. Вот в чем дело. Они гибнут, за ними гибнут другие, потому что они смотрят на их погибель. Ага, а у нас еще любят развивать тему подвига. Что не богатырь, то подвиг. Как махнул улочка, махнул переулочек. Все радуются. Вот у нас какие богатыри, вот какие у нас ракеты. Да этому не надо радоваться-то. Надо радоваться, сколько у тебя на небе взошло братьев, которым можно молиться, а этого нету. Никто это на первый план не выносит, потому что церковь молчит. Специально замалчивает, замазывает грязью. Все эти вот, все рушится, она мажет и мажет. И эту стену держит Господь. Но она не, эта стена церкви, она не треснула. Церковь, она монолитная, она стройно возрастает на краеугольном камне Христе. Потом апостолы, пророки, апостолы, учителя и так далее. Все это у нас так и остается. Но, если мы это рассмотрим, вот они там целый самолет и всех отпели. Да смешно даже. Какой самолет? Я думаю, что вот раньше там проверяли, из 300 один ходил в церковь, сейчас еще меньше. И если, там может, из 2000 один ходит, и то ходит с каким-нибудь коварным намерением. Просто так никто не ходит. С кем не поговорим, никто ничего не знает. Все что-то боятся. И все о попах отзываются. Да они все жирные, на машинах дорогих ездят. И врут все, и пьяные. Ну, кого не спроси. В любом городе. Все одно и то же. И все к чему это идет? К очередной вранью, которая закончится их поражением. А Христос будет сиять вечно. Аминь. 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 Вечные два вопроса. Кто виноват, и что делать? Проповедовать. Виноват и попы, самим надо проповедовать. Правильно я рассудил? Все самое сложное осталось. Карман много денег. За их работу кто-то будет делать. Диктанты это пытаются делаться. Они, может быть, заблуждаются. По наиву. Ваше Бог. Это в этом написании. Вот. Хорошая миссия. Да. Но еще же говорят, каков народ, такие священники тоже может быть. Согласен. Согласен. Каков народ, такие священники. Обычно говорят, каков поп, такой приход. Рыба-то гниет с головы. Все-таки. Но, и как Господь говорит, дал бы, говорит, хуже вам царя, да не нашел. Сережа, и там Еремея в 16 главе. Пророчествует ложь. Вот. И Игорь, его тоже место Писания вспомнил. Сейчас я его найду. Еремея в 16 главе. Пророки. Пророчествует. Пророчествует ложь. 16-31, по-моему. Нет. Еремея 16 глава. Еремея 14 глава. 14 стих. 14-14, легко запомнить. И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем Моим. Я не посылал их, и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видение ложное, и гадание, и пустое, и мечты, и сердце своего. Иеремея 6-31. Иеремея 6-31. 5-31. 5-31, да. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредствии их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Вопрос. Вот оно. Понятно, народ любит. Это ты вот Лене как бы ответ, да? Да, вот это и есть народ, таков народ, такой. Поп сначала, потом народ. Поп сначала. Да, то есть поп-то врет, а народу нравится. А, понятно. Кто просит? Вот мне не нравится, что они урут. Игоря Дубунову не нравится, Игнать Иконычу не нравится, многим не нравится. Ну что же получается, не народ, мы часть народа, может быть, какой-то там вот. Часть, правильно? Вот. За весь народ, так как бы, что говорить? Но среди народа есть люди, которые по Слову Божию стараются жить, и вникают в себя, и в учения, и занимаются с ним постоянно. Ну посмотри, Игнать Иконыч, как вник. Ну куда? Вот если все будут его книги читать, все поймут, все. Вот тут, это, наверное, последние книги, которые написаны для того, чтобы вразумить людей на земле. Потому что, ну уже вообще разжевано все по кусочкам. До конца уже все разжевано. До такой степени, что Коран уже с Библией сравнили. Это, ну ни в какие рамки не везет. Так вы, Коран, выкинуйте все, чтобы его не было видно. Нет. Берем по христианской шкале, самой высокой, разбираем даже учения врагов Христовых. Все до конца сделано уже, чтобы только спаслись. Но они же не берут и не читают. Они только хают. Ничего. Им все равно, хоть жития святых, хоть что, лишь бы имя человека оболгать, и чтобы все было так, как обычно все шло. Чтобы им правительство выплачивало субсидии, чтобы эти церкви молотили молотилку, и потом выходили на паперки, молчали, и устраивали театр какой-то одного актера. Реже двух. ухо. Ну вот интересно, почему народу-то нравится все это? Ну ты вот разбери это слово, разбери. Во грехе просто нравится жить, на самом деле будет и... Скажи, почему пришел апостол Павел к галатам и начал их учить еще раз? И они тормозили, он два раза уже там может и три писал еще. Они не хотят от этого избавляться, отложенных пророков. Почему? Потому что они легче путь показали, спасение. Хоп, крайний путь и спасен. Апостол Павел показывает Христа, а Христос, он в крови весь. И нужно всего себе отдать до крови, до смерти и смерти крестной. И у нас сейчас так подобно крещеные, все. Да, все так отвечают. А как начинаешь говорить, а как крещеные? А мне это надо? А мне это надо? Кто их научил? Скажи, кто научил так говорить, а мне это надо? Да с любым начни говорить попом или с сектантом заперемелым. А мне это надо? Мне это надо. Мне и так хорошо. Я сижу здесь вот жирно-разветошился, мне тепло, пускай ко мне идут. Я им наговорю с прикором. Смирнов, да, есть такой. Я сегодня одной женщине внуков крестить собралась и тоже как-то вот у меня о крещении сказал, что вот в холодной воде, я сам недавно узнал, попы крестят, для того, чтобы сразу за крещение деньги взять и сразу... Да это Игнать Тихонович говорит, это кто сказал-то? Глеб Толстой, по-моему, да? Глеб Толстой, это, да, Игнать Тихонович, говорит, что в холодной воде попы крестят. А Игнать Тихонович? Это Ломоносов говорит. Ломоносов, что говорит, крестят в воде, говорит, со льдом, чтобы, говорит, сразу получить деньги за крещение и за отпевание. Я как ей это сказал, что было такое-то, она, неужели правда? Я говорю, ну, я не знал, я бы сошлался бы на Ломоносово, ну, а почему бы? Нет, они коротворюбивые, трусливые, и все. Да, говорите, Игнать Тихонович. Вот кто-то привел, говорит, дал бы хуже, да не нашлось. Я хочу пояснить, откуда это? Да, пожалуйста. Это у меня вопрос 2441, я мог бы сказать, в каком томе. Вопрос такой. Вы как-то отвечали на вопрос, это в моей книге «Открытым оком». А чего такие правители в России, хапуги и глупые, что не любят свою страну и раздоряют свой народ? Что будто бы кто-то из пустынников молился Богу о том же и получил ответ. Дал бы хуже, да не нашлось во всей России. Это что, просто рассказ или был исторический случай где-то? Ответ. Дальше я отвечаю. Книга профессора А.В. Карташова, название «Вселенские соборы», страница 476, где-то запишите себе, это редкие данные. Профессора Карташова, «Вселенские соборы», А.В., ну, Александр Васильевич, может быть, А.В., «Вселенские соборы», страница 476, костая. Кавычки открыты. У хронографа Дорофея Моном Васильского записано такое сказание об императоре Фоке. Двоиточие. Кавычки. Второй раз. «А один богоносный муж, имеющий дерзновение к Богу, слыша о царских злодеяниях, возопил Господу. Господи Боже, да за что ж ты прогневался на народ свой и поставил такого царя-тирана? За что такое наказание? Чем провинился народ твой, что ты предал бы власть такого кровожадного волка? И было этому богоносному мужу от Бога откровение. Кавычки. Много я старался найти царя похуже, чтобы наказать народ за его своеволие, но не мог найти хуже Фоки. А ты впредь не искушай судеб Божиих. Кавычки закрыты. Дальше я поясняю. Фока был полковником, но сверхдоброго императора Маврикия и казнил его и пять сыновей его, и жену его, и дочерей его. Осия 13.11 И я дал тебе царя во гневе моем и отнял в негодовании моем. Исаия 59.2 Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Изыки Иллия 36.31 Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуйте отвращение к самим себе. За беззаконие ваши и за мерзости ваши. Судей 3.12 Сыны Израильева опять стали делать злое перед очами Господа. И укрепил Господь Иглона царя Мавицкого против израильтян за то, что они делали злое перед очами Господа. То есть вот где весь корень. Нам на это не указывают. Сейчас пугают, что эти из исламского государства тысячи придут. Во всех городах будут взрывы. Вообще, если на транспорт не сядешь, ну просто поясняют, какая погода может быть. А где Бог? Как раз через это Бог и выразумляет нас. Каждый день 18 тысяч младенцев убиваются в утробе. Сегодня больше. Это устаревшие данные. Вот как. Я посмотрел тут документальный фильм про Сирию. К слову сказать, Дамаск, где сейчас это все идет. Это как раз Дамаск, где Павел обратился, Савл. Но надо помнить, что это самая древняя для христианства страна. И что дальше? И вот я гляжу, документально все снимают. Девочки маленькие идут там, ну не больше как 3-4 класс. Все в брюках мужских. В сережках. Ну и женщины как там. Ну и жили хорошо, так тихо было у нас. И что это, что за люди пришли, они тут мужа забрали, брата убили. Показывают мертвого, они убили, зарезали и через перила бросают в воду. Ну Бог-то не на это смотрит, а на то, что люди не обращаются к Богу. Этот человек, который делает зло, пришел, он наказывает. Вот тут написано, пришел кто? Яглон. Укрепил Яглона. Яглона. Не Игл, который сейчас там, Яглона, похоже очень, царя Моавицкого, судей 3-12. Для чего? И причина какая? За то, что они делали злое перед очами Господа. Разве это не злое? Сколько наркомании, проституции, убийства, это внутри государства. И поэтому вот упал там самолет, сбили там вертолет, убили защитники. Страшно и молишься и плащешь об этом. Но мы должны дальше-то сказать, не просто отпевать Царство Божие. Кому? Когда эти люди жили, вот я просто хочу сказать, что перед смертью-то молитвы у него одного не было. Откуда вы знаете? Да почти наверняка. Вот показывают аварии на дороге. Вот кто-нибудь смотрел, вот посмотрите, зарядите. Машина несется. Они сидят, голос слышится. Разговаривают, матерятся. И как только машина стукнулась где-то, первое, что слышно в эфире, это летят матерки. Наверное, 90 с лишним случаев из 100. Я смотрел очень много этих аварий. Почти все с матерками. А с ним что случилось? Все со святыми упокой. Вот почему на святого Андрея, когда читаем Юродиевого-то, со святыми упокой священники поют, а у него глаза-то открыты, он один видит, никто не видит. Он видит, как идет дьявол, пляшут демоны, черти, сыпят пепел на этого человека. И вонючей водой все брызгают. И говорит, человека достойного всяческой казни. Сколько он зла сделал. Вы, будьте вы прокляты христиане, это сатана им говорит. Никто не видит, один видит. Почему эта церковь не прочитает житие хотя бы один раз? Не Мария Египетская, конкретно. Такой был прокурор, он есть такой оборотень-милиционер. Ну, прочитайте хотя бы один раз. Понимаешь, все в застывшее у нас форме, поэтому такое мертвое богослужение. Люди не знают. Вот у нас дети подрастают. Уйти в сектанты, им только один раз сходить, лет так 15, и назад они уже не вернутся. Обедать будут там. Они ничего не знают. Ну, маленько что-то изменить, и хотя бы, ну, по-русски дайте. Это ни грамма нигде. Бутова все заботились священниками, монахами, и ничего не поняли. Опять то же самое, друг друга преследуют, давят, грызут везде. Я говорю о том, что я вижу. Вот Бог дал бы другого. А кто так делал, что правитель убил и мужа, и жену, и детей? И сына, и дочерей? Ленин, больше никто. Вот такого фоку, Бог дал фоку. И профокали всю империю. Вот что я хотел сказать на то, что кто сделал там реплику про это. Отошел. Проси Христос. Итак, продолжаем книгу деяний святых апостолов. Девятая глава. С 23 по 26 стихи. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Но Саввел узнал об этом умысле их. А они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стенке в корзине. Саввел прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам. Но все боялись его, не веря, что он ученик. Толкование. Иудеи опять приходят к своему крепчайшему помыслу. Но теперь уже они не ищут кривитников и лжесвидетелей. А сами стремятся совершить убийство. Так как они увидели, что это дело получило силу, то они не передают уже его и в суд. Заметь, что Павел спасается не благодатью, но человеческой мудростью. Чтобы ты научился, что добродетель мужа сияет и без чудес. Избавясь от опасности, он не только не скрывается, но напротив идет туда, где более их преследовали. Он даже ищет учеников Спасителя. Так он весь воспламенился и, выделено под черным пожирным, переполнился ревностью о проповеди. И то, что он позже других пришел ко Христу, его сделало еще более ревностным. Лука 7, 47. Справедливо может возбудиться недоумение, когда, цитирую, не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим, видеться с Петром. Я пробыл у него дней пятнадцать. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господнего. Это читаем в послании Галатума, в первой главе, 17-19 стихи. Справедливо может возбудиться недоумение, когда в том смысле, что он ходил не за тем, чтобы представить свое учение на одобрение апостола. На одобрение апостола. Или же, если это не так, надо бы допустить предположение, что злоумышление против него в Дамаске было сделано не тотчас по обращению его к вере христианской, но по возвращению его из Аравии, спустя три года по обращению. И таким образом совершилось его путешествие во Иерусалим, потому что этот историограф многое сокращает и сводит события, бывшие в разные времена. Шел к ним не смело, но с робостью. Боялись, конечно, ученики, а апостолы не верили его обращению, потому что для человеческого разумения поистине невероятно, чтобы такой жаркий гонитель обратился в проповедника. Ну и сейчас еще наберемся терпения. Комментарий Игнатия Тихоновича на слова «Жаркий гонитель» обратился в проповедника. Итак, комментарий. «Из среды верующих, как сохранила история, были великие гонители против истины. Это и времена лютейшей инквизиции, выставившие своих вождей. Это и времена расколов. Случалось, как написано в поэме «Натсона, христианка» и «Как сохранили жития святых». Гонители во время допросов сами обращались ко Христу и начинали проповедовать об истине. Иоанн Златоуст замечает, рассматривая подобные случаи, что если земля, будучи необработанной, дает обильный сорняк, то когда она будет обработанной, то можно ожидать с нее доброго урожая. Так и человек, если, живя в миру, не показывает никакой ревности о защите ближнего и не совершает ничего выдающегося, то если он и обратится к Богу, уверует во Христа, то он может оказаться христианом просто по названию. Книга Откровений, 3 глава, 1 стих. «Узнаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Случается, что проходят целые эпохи, когда не встречается настоящего гонителя, а значит и не совершается настоящего чуда обращения из гонителей в проповеднике. Это наше время, время теплохладности, безразличия, довольства тем, что есть. Саввыл был ревнителем и притом неумеренным, самым ревностным из своих сверстников. По человеческим меркам такой узурпатор обречен и никогда не сможет творить добро. Но Бог из самого негодного, самого лютого льва может сделать агнца. Дух ревности, открытого исповедания, даже своего заблуждения, более угоден Богу, чем теплохламы». Откровение, 3 глава, 15-16 стихи. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, ой, если бы ты был холоден или горяч, вот так, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то изверну тебя из уст моих». Эта теплохладность сегодня повсюду насаждается в церкви. Пришел, ушел. Если бы пастыри показали в истинном евангельском свете причины трагедии России, то она бы выглядела так. Мы приучали во все века людей быть послушными нам, чтобы люди не сравнивали свою веру с Библией, чтобы они были довольны тем, что мы им даем, и не искали, не исследовали Слово Божие, не ревновали о собственном спасении. Были гонители христиан в России, такие как Нижегородский архиепископ Петерим Петр I, но из этих гонителей проповедников не получилось, потому что не было личной встречи со Христом. Работали консистории, церковные суды, допрашивали штундистов, тех, кто жаждал спасения, кто исследовал Слово Божие. И допрашивая их, они вполне могли обратиться к Богу, если бы сравнивали свою жизнь со Словом Божиим с тем, что проповедовали сектанты. В каждом деле, допрашиваемых, обязательно присутствовали люди ищущие, любящие Бога, терпящие гонения. Почему же никто из гонителей не встал на евангельский путь? С 1962 по 1987 год только из среды отделенных баптистов было посажено свыше полутора тысяч человек в Советском Союзе. Из них более 30 человек погибли в тюрьмах и лагерях, коммунистических застенках нашего времени. В общей сложности они отсидели более 5000 лет. Всех их судили открытыми судами и некоторых даже по 6 раз. И неизвестно ни одного случая, чтобы гонители обратились в проповедников. На каждом процессе были свидетели, звучало Слово Божие. Почему не исследуют корни этих гонителей и из какой среды они вышли? Хотя они и были ревностными гонителями, но корни прошлой теплохладности без верия в народе не привели ни одного из них на путь следования за Христом. Ну вот и ответ еще один на мой вопрос. Были ли такие случаи? Хороший ответ пространный. Корни, оказывается, корни неверия гнали, гнали, были гонители, а корни теплохладности не дали плоду. То есть из сорняков не получилось, из крапивы, как говорится, если бы росла крапива, то и это бы выросло. А так как корни были теплохладные в неверии, то и ничего из них и проповедников не получилось. Из Магомета какой бы проповедник получился христианской ревностными, да? Но не было. но тоже не получилось. К сожалению. Ну что тут добавить еще? Ничего, к сожалению, не добавишь. Тогда продолжаем у нас. Сейчас мы поразанимались. Еще немножко можно. Пережа, мы в прошлый раз говорили, когда сейчас пройдет занятие, полчаса оставить на вопросы и ответы, чтобы через полтора часа полностью закончить. Вот сейчас переведи на вопросы и ответы. да я вроде как все время задаю у кого какие вопросы и ответы все молчат. Пожалуйста, вопросы Ольга, Лена, Вячеслав, Александр. Вопросы есть? Или уже все все знают? Братья, вот вы слышали, есть такое пророчество сербского крестьянина, Митара Тарабича. Видео можешь включить? Нет? У меня тормозить, я боюсь, начнет вот это. Ну ладно тогда. Вот он жил в 1829-1899. О нашем времени он вот так говорил. В народе, живущем далеко на севере, появится маленький человек, который станет учить людей любви и сочувствию. Но вокруг него будет много лиценеров, и поэтому ему будет очень трудно. Никто из этих лиценеров и знать не захочет, что такое истинная благодать. Но от того человека останутся мудрые книги, и все сказанные им слова. И позднее люди увидят, что обманывали себя. Может это об Игнатии Тихоновиче? Ну ты читаешь, а я об этом и думаю. А почему бы и нет? Маленький человек. Маленький, да, он не вовсе. Да, вот вообще я когда-то... Имя переводится Игнатий, неизвестно, что значит маленький. Вот он жил в 1829-м по 1800-м... Ну еще раз повтори это сказал. Пророчество сербского крестьянина Митар Тарабич. Митар Мэ. Вот поищите в интернете. Я вот это давно уже видела, просто вот записала. Митар Тарабич. Да, Митар... Митар, да. Митар Тарабич. Серб. Сербский крестьянин. Крестьянин. Ну вот что интересно, он говорит, от него останутся мудрые книги и все сказанные им слова. Игнатий же Тихонов все записывает. Ну да, и все сказанные подписчики. А, сказали книги и слова, да? Да, и позднее, говорит, люди увидят, что обманывали себя. Ну то, что сейчас на него так нападают, потом они поймут, что зря, ведь он поговорил-то по правде. Ну, ничего здесь удивительного нет. И в Писании нам говорится, что возряд на того, которого пронзили, остаток спасется. Это еще удивительнее. Вот. Может быть, даже еще удивительнее. Здесь человек, который с нами живет в наше время, и о нем такое пророчество. И главное, книги останутся и слова. А он жил в каком веке-то? Так, 1829-й, по-моему, закрыла уже. 1829-й. Он сказал, книги останутся и слова останутся. Да, да. Видео-то, наверное, еще и не было. Помнитофонов, может быть, и не было. Как так слова могут остаться? Я ему бы сказал, да ты что, в уме или нет? Ну, книги понятно. А слова, как они могут остаться? Сказал, все, люди забыли, если в книге не записано, как они могут остаться? А вот сегодня, понятно, как цифровое, вот это вот, все хранится. Другое, все видео, все у нас сохранится, конечно. Другое удивительное, кто этого Митрофана Тарабича вспомнил-то? И вообще, что записали его пророчества? Может, он еще там путнево что-то сказал, надо узнать. Я не знаю, может, он вообще неизвестный, просто вот сербский крестьянин. Ну, почему назвали пророчество, он же может, я не знаю, он пророк был или как, или просто вот он верующий. А кто это сказал-то, московская патриархия передает? Я не знаю, братья, где-то в интернете просто увидела и записала, почему-то, как-то вот записала я вот это вот выражение, давно уже, года два назад, наверное, три. Не слышу, надо посмотреть будет. Ну вот, Юля, мне ссылку дала сербский крестьянин Митар Тарбич с невероятной точностью предсказал ключевые события 19-го и 20-го веков. На наших глазах начинают сбываться его пророчества на 21-й век. Митару Тарбичу, неграмотному крестьянину из сербской деревни Кремна время от времени являлись пророческие видения. Будучи человеком религиозным, он рассказывал о своих видениях будущего приходскому священнику Захарию Захаричу, который вот родился в 1836 году и умер в 1917, через год после революции. А тот записывал рассказы в тетрадь. После смерти священника тетрадь хранилась в его семье. В 1943 году, когда деревню оккупировала болгарская армия, тетрадь едва не сгорела при пожаре. Сегодня же, как фамильную ценность, хранит у себя правнук Захарича Диан Маленкович. В отличие от текстов Настрадамуса 1503-1566 год, с трудом поддающихся однозначной дешифровке, пророчества Тарабича изложены Тарабича изложены совершенно ясным разговорным языком. Широкое внимание они привлекли к себе в начале 20 века, когда одно за другим с невероятной точностью и последовательностью начали сбываться его предсказания относительно падения сербской королевской династии Абриновичей. На Балканах говорили тогда, что сбываются в кавычках черные пророчества Тарабича. Ну вот и тут очень много-много-много можно о нем читать. Ну понятно, то есть был такой уже явно, что этот человек известный. Не, ну хотелось бы отметить, что обычно пророчества да, о том, что там кого-то убьют, там, кого-то там где-то падет династия, а здесь совершенно духовное пророчество вообще, что где-то на дальней северной земле будет человек, который скажет последние слова истинные правды и запишет их и оставит эти слова еще потомкам. И все потом еще, кто с ним боролся, поймут. Это духовное пророчество, которое ну бесам ну не накрылены, как кисты, конечно, было бы. Им не надо такие пророчества, не нужны. Это как бы надежду дает верующим людям, что кто-то может стрепенуться даже искать именно здесь. Пускай это будет Игнатий Тихонович, я за, но если не Игнатий Тихонович, еще кто-то и только по Евангелию все было по Новому Завету. Но пока мы никого не видим, только он один. На него все на парке сыпятся. Как некоторые говорят, да, конечно, ему хорошо, он известен везде, все хорошо, ничего себе хорошо. Как начнешь читать, там, там на парке, там его величают, обзывают, так здесь тоже. И подумаешь, да такой кресло нужен ли мне. Посижу в тишине лучше где-нибудь разлепешусь, материть никто не будет, пускай сами идут ко мне все. А вот Игнатий Тихонович, хочу сказать, что как вот вы относитесь к выражению там человек до 40 лет работает на авторитет, а после 40 авторитет работает на него. Вот у вас это сбылось такое или как вы относитесь вообще к такому выражению? Я хотел прочитать вам выражение в кавычках от человека, который многое сделал и во вред церкви. Но однако вот слова его сохранились. Кавычки открыты. Подобно тому, как древнему Израилю посылает Господь судей и пророков, так и в церкви своей в моменты чрезвычайные, Он обычно, Он с большой буквы Бог, посылает людей исключительной благодатной одаренности, как бы пророков, сильных духом и верой, верой с большой буквы. Не имея официального назначения, эти люди самим делом выдвигаются из общей массы и становятся предводителями других. Но это предводительство не имеет официального характера, не является установленной в церкви должностью и не всегда держится служебных рамок. как и всякое пророчество, оно есть личный подвиг таких людей, делая их личной, внутренней, духовной предприимчивости и ревности о Боге и церкви Божией. Кавычки закрыты. Митрополит Сергий Строгородский. Он молодой был вообще молодец. Особенно по собой. Понимаешь, я когда людям считаю, говорю, ты это услышал, ты о чем подумал? Ну, о чем? Он не поймет даже вопрос. Я первый раз просчитал, и почему-то мне не надо было пояснять. Я понял, это речь идет обо мне. Момент речи излучайный и все остальное, и книги. Это Господь так делает. Не потому, что я хороший, Павел говорит, но благодать, которая во мне это совершила. Не имея официального назначения. Первый, это не священник, не епископ. Самим делом, то есть, что делает, за что упрекает большинство, выдвигается из общей массы. Я никогда не хотел выдвигаться, никогда. Да какое выдвижение-то? Сторож и печник, главная моя специальность. Нигде я начальником не был. И становятся предводителями других. Я не предводитель, но так получилось, где бы не появился. Вот в Москве был, выступил, в Грузии, сейчас был в Португалии. Один раз приехал, один раз, только начал говорить, все вокруг сразу гуртуются, и никогда противоречий никаких нет. Но это предводительство не имеет официального характера. Вот это-то надо взять. Не является установленной в церкви должностью, и не всегда держится служебных рамок. Вот меня они долбят там, священники, а вот это тот сказал, тот сказал, там вот, надо то-то делать, я спрашиваю все это на молитве, а уж как Бог посмотрит. Главное, это любовь, чтобы внутренним духом почувствовать, что Господь близок, или где-то ты что-то огорчил его. Вот я говорю иногда о маленьких таких вещах, но это тревожит сердце. Вот я скажу такое, опять же нападать будут. Вот я сижу, и у меня за окном корвушку сделал воробьям отдельно, и отдельно жуланом. Жуланом я навесил мясо там, сало разное на кустах везде, прилетает дятел, сороки там, проще. А к чему это? А вот к чему. Воскресенье уже дело после обеда. Я тут сижу занимаюсь, глянул, они сидят еще не долго. Я же сегодня им не насыпал. Воскресный день. Мне внутри делалось нехорошо. Вот к чему говорю. Внутренне нехорошо. Я сразу помолился и скорее побежал. Насыпал во все кормушки, подвесил нового сала мясо, зашел и все спокойно. Это вот внутреннее это вот надо просто добиться. Вот человек пришел, по интернету добивается, а теперь только оказывается, что это подстава была специально. Вот люди, которые связаны как-то с Даниилом Сысоевым, у него там этот Сарионов, НТО, они на меня выходили. Недавно еще один вышел из города Тувы. Они тоже оказывается связаны с этим-то. Я не о Данииле Сысоевом говорю, а именно об этих людях. Насколько они дерзкие, хамовитые, прям безбожники настоящие. Какой-то зверелый такой вот взгляд на жизнь. Прямо он не смотрит кто перед ним, он хватает, кричит. Ну ты ко мне пришел, я тебе дал добро, ты зашел, и он с первой минуты начинает хамить. Ответы никакие не слышит. Что это? Что заочерствелось? Вместо сердца как будто ржавая железка какая. Как это можно не видеть-то? Сейчас поднялись там все царион громят, по порядку все выступают, неверующие, соловьев, то есть очень важные персоны. Он не так, он прям бьет, кидает, как Герман Стерликов одинаково ведут себя. Что это? Вот это внутреннее отношение между мной и Богом, оно отсутствует у них. Они не понимают, как это во свете Божьем выглядит, как это на суде Божьем будет-то? Какая тут исключительная благодатная одаренность, исключительная наглость, исключительное хамство. Хамство всегда в отношении младшего по отношению к старшему. У старшего к младшему хамства нету. Почему? Хам по отношению к отцу. И вот они это прочитают, могут к себе применить, они все могут, но ничего нету. Там ни пророческого духа, вот он что говорит, и ни одного места священного писания нету. Его это не касается совершенно. Я смотрю, выступает митрополит другой раз какой-то, вплоть до патриарха, говорит 20 минут, и слово Христос даже не вспомнит. Не говоря, чтобы сказала Святая Библия написано. В Святой Библии так говорится ни разу. Какая тут одаренность? Где тут пророческий дух? Как бы пророков? А чтобы это относилось, это прочитай. Выпроси у Бога этот дар. Чтобы совесть была не поврежденная. Даже по отношению к тому, что делается несправедливо далеко от нас. Вот несправедливо, как Путин говорит, Турция ударила в спину. Самолет сбили. Ты сам подумал, ты стоишь, а сзади нападает, на тебя ударили, и не просто ударили, а смертельно ударили. Это правильное выражение. Ну и что тоскливо на душе стало, как они падали, летчики, как стреляли из них там эти игиловцы. И он думал, может быть, как-то что-то, ничего этого уже нет. Но ты ее уболь, сделай своей боль. Он старался для того, чтобы эти разбойники к нам не пришли сюда. Так что убивать надо, я не говорю. Мое дело молиться. Но ты внутри себя почувствуй, вот эта беда постигла этого человека. Они летели в самолете, почему-то с 9 километров до 6 снизились, не знаю, пересекли, нет границы. Дело в том, что жизнь уходит из человека. Человек делал это не для себя. Ну, ты опечатился или нет? Плащи с плащущими, радуйтесь с радующимися. Вот это свобода совести, в которой действует Христос. Вот это главное. И тогда, подобно как древнему Израилю, посылает Господь судей пророков. Судьи пророки, они никогда не консультировались с царями, что нужно, как скажет Бог. Ему говорят, скажи, все вот так, пророк Михей. Он отвечает этому, кто прибежал, секретарь епархии или кто, я скажу, так говорит Господь Бог, пророк Михей. Ну, нет этого совершенно сегодня, нет. Если где-то что-то сказал, где-то, были такие, но не облещенные какой-то властью. Глеб Павлович Якунин, священник, он говорил, ну, как-то его повело совершенно не в ту сторону. Я говорю, какое у вас главное сейчас мероприятие? Он говорит, Хазбулатова свалить. Ну, такой был в Верховном Совете. Хазбулатова, да какое он отношение имеет? А вот мы уберем, тут хорошие законы издадимы. И в конце жизни Глеб Якунин говорит, большая моя ошибка была в жизни, что я согласился быть священником. Я думал, что, будучи священником, я буду иметь большую возможность до людей. А потом с него крест срывали там депутаты и прочее. Да как это? Наоборот, тебе дверь будет закрыта. Как он мог это не почувствовать? Человек большого ума. Герой веры. А этого не мог понять. Почему? Значит, что-то застыло главное. Посылает людей сильных духом. Для чего? Для того, чтобы пробудить народ. Ревности, написано, внутренней духовной предприимчивости дело будет. И ревности о Боге, не о Верховном Совете, и Церкви Божией. Не сохранение нации, как Солженицын, а Церкви Божией с большой буквы. Ну, не было в героях России этого. Им это навязать нельзя было. Ну, Солженицын бы сказал, я уважаю как героя и гениального человека. Но не было этого у них. Они не знали этого. А это дает Бог. Это дар. Дар редкий и смертельно опасный для мирской жизни. Мирская жизнь уходит, и ты будешь гонимый, оплеванный. Но ты будешь знать, что с тобой Господь. Не то, что я напрашиваюсь на это, а я считаю Слово Божие. Блаженный нищий духом, я должен туда впечататься. Нищий духом или нет. Блаженный плащащий, как я плащу, когда последний раз плакал на молитве. В любое место мы должны войти сами. Златоуст говорит, присвой себе. Умер за весь мир, а ты скажи, за меня. Вот у баптистов, у сектантов, у них это очень сильно развито. Это мой личный спаситель. Не спаситель мира только, но мой личный. Говорят, я когда говорю так лично, о, у баптистов нахватался. Нет, это Ян Златоуст говорит, это они у него взяли, даже не зная того. Вот тогда я буду переживать, тогда я буду любить. Это мой пришел спаситель, Божий Сын. Я к ногам его пронзенным, я, я, к ногам его пронзенным, с раскаянием еду. Грех мой кровью причистой смыть молю. Да, смыть молю. Вот тогда будет эта любовь и неповрежденная совесть. Видя горе, какую беду, ты будешь помнить это. Вот я услышал вчера только, и у меня эта печаль не проходит. Я на молитве стою вот как бы пораненный. Вот как сбили самолет, вот как он падал, я неоднократно смотрю, и как они на парашютах спускаются и стращат в них. Я вместе с ними как бы умираю. Вот как. Это событие вчерашнее всего только было. Насколько искренне говорят люди об этом, я не могу сказать, я могу сказать о своей душе. Но люди, которые тепло-хладные, прямо, как говорится, как-то прислонились к церкви, они за все судят. Тут у тебя нет слез, но это твое дело. Но какое бы я слово ни сказал, они нападают. И я понимаю, что это участь тех, которые подражают пророкам. Они все были гонимы. Почему Стефан говорит, кого из пророков не гнали, отцы ваши? Кого? Они не могут назвать, а памятники теперь строят. Да вы еще пророк, да не пророк, ну перестань умирать-то. Вы боитесь? Написано, ревнуйте о дарах пророческих. А у нас слово пророк это ругательно. А только а что культивируется? Я грешный, многогрешный, супергрешный, архигрешный. Но еще ты другому можешь сказать-то, привести. Скажешь, верь во Христа, будь православным, потому что я архигрешный. Да кому ты нужен? Ты должен сказать, как Павел, подражайте мне, как я Христу. Если это сказать не можешь, проверь себя, начинал ли ты путь христианский. Павел говорит, как я Христу, и смотря на образ, в ком это есть, не только себе. Я прочитал, я понял, это ко мне относится. Конкретно, четко, ясно. Отошел. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Еще вопрос, пожалуйста. Игнатий Тихонович, дайте брату своему микрофон поближе, Павлу. Говори. Ну, я так скажу, а что? А он свистит. Говори, говори, руки опусти, говори. Апостол Павлов, второе послание философских Апостол Павлович, 4,6, говорит, с братом вашим не поступайте сребролюбиво, ибо Господь Бог мститель за все это. А отец у меня был безграмотный, три класса образования. И вот должник, кто не платит, мы по чему весят, а там опарыши или это, он ткнет. Ну, ладно, это понятно, сребролюбие. То есть, не одобряет апостол Павел сребролюбие, когда идет в ущерб где-то. Да. Понятно. Сам Господь. Так, что вы как в жизни где-то встречали, вот и скажите. Почему Павел называет корнем всех зол сребролюбия? Всех зол. И этой проказой больна страна. Трусость и корысть. Корысть и трусость. И трижды больна церковь. Православная. Я говорю слова Краснова-Левитина. Это православный историк, он шесть сроков отсидел. Ну, вот когда о сребролюбии говорят, почему именно корень выбрали сребролюбие? Ну, вот так вот подметили. Иуда предал Христа. Не написано. Потому что был сребролюбие. Был вор. Ящичка тырил. 1 Тимофеев 6.10. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 1 Тимофеев 6.10. Вот что взамен спокойной жизни многим скорбям. А скорби у них какого плана, как вы думаете? У сребролюбивых людей. Ну, теперь думайте. Давай 9 стих просмотрим. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть. И во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствия и пагубу. Ну, возьми Березовского, там какие есть. Они покоя-то не имеют. Женщины. Вот Прохоров, о нем как раз Смирнов Дмитрий говорит. Миллиардер. Один из самых богатых людей в мире. А счастья нет никакого. Он даже не знает этого. Выступают жены между собой, которые их жены, и говорят, а мы сидим за высокими стенами, только друг с другом иногда встречаемся. Выйти нельзя. То украдут, то выкуп потребуют. А впереди написано, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание, одежду, будем довольны тем. Вот как. А ты же человек Божий. Убегай с его и преуспевай в правде, в благочестии, в вере, любви, терпении, кротости. Вот вопрос о сребролюбии. А что, плохо быть богатым? Хорошо. Иов был самым богатым. Иов. Праведный Иов. Богатый был царь Давид. И так и остался в памяти народов, как хороший правитель страны. богатые были люди. Но как они им воспользовались, этим богатством? Вот второй вопрос. Я не вижу тут, у нас, Игорь Третьяков-то здесь или нет? Это Юля. Игоря нет. Я понял. А Игоря нету? Вот я ошибиться могу, но совсем немного только. Игорь рассказывал мне, тут есть такой мудрик, фамилия его, и там еще какой-то был. Очень богатые в Барнауле люди. Они по строительству. Дома строят. Строили там, продавали там. И вот какой-то у них там праздник был, может, День Победы. Они там особую пушку поставили. Пушку. И стали заряжать. И он сам стал. Надели на себя эти гренадерские, какие во время царя были, мундиры. Красиво, красочно все. И он в пушку при всем народе стал забивать. И что там было, непонятно. И она выстрелила. Выстрелила, когда он был перед ней. Ему сразу вот так плечо вырвало, руку ей, и, конечно, он умер. Вот и все. То есть искали, кроме богатства, то его надо где-то употребить, как кощей-то, не крошить его. А надо, ну, что-то, яхты покупать, там, клуб какой-то футбольный. Ну, иначе какой смысл-то? Блудный сын-то тот расторжирил с блудницами. Это дорогое удовольствие. Ну, а деньги-то даны для чего тебе? Златоуз говорит, деньги, да потому и деньги, что они не на один день даны тебе. И ты найди нуждающихся, деньги отправь на небо. Многие ли так делают? Что, не знают о нужных людей? Вот здесь есть богатая нефть, Роснефть, прямо на моей улице. Я несколько раз обращался помочь детскому лагерю. Ни разу, ни копейки не помогли. Ни разу. И по этой же улице иду, и дальше там, ну, небольшой, как бы, магазин, Валер. И там работает Абраменко Валентина Николаевна, как бы директор. Вот. Она в Потеряевку приезжала. Она показала грамоту, называется, меценат в столетии. Мне тоже такую грамоту дали. Меценат в столетии. Там, с Москвы, там, печати, там, проще. Я первый раз к ней обратился только, она материей торгует. Она меня никогда не видела, не знает. И она почему-то сразу расположилась и поверила. Дала материала сколько. И шторки там делали. И дала денег. Я узнаю у нее. Она там двух девочек взяла из детдома. Но они там где-то живут, к ней приезжают. Она полно взяла на себя обеспечение. На нее уже покушений столько было. Столько она терпит. То есть человек исключительной доброты. И она это терпит. Но вопрос в духовном положении. желает лучшего. Ее обворовывают. Контейнер как-то материи шел. И контейнер материи своровали. И она ничего не может добиться. И она говорит, я выбросила все иконы. Я, наверное, мусульманство приму. Там больше защиту дадут. Я говорю, Бог с тобой, Валентина, что ты говоришь? Понятно? Или мало молимся. Я ее каждый день поминаю в молитвах. Или что? А это означает, раз ты добрый, значит искушение будет премного. Валентина, очень добрая. Вот как. И сказать, что она сребролюбивая, это никак нельзя сказать. Ну что, закончим молитвой наше занятие. Да. Достойно есть. Достойно есть. Благодарим тебя, благодарим тебя, Господи, за великие твои милости, которые даришь нам, грешным и достойным рабам твоим. Благодарим, Господи, за эти занятия по слову твоему святому. Даруй, Господи, чтобы те люди, которые себя считают истинно верующими в церкви и находящимися, проверили себя по слову твоему. Чтобы, Господи, открылась перед их глазами вся истинность твоих слов и исполнение закона, чтобы они узнали, что любимы тобой те, кто исполняет законы твои, как ты сказал в 15 главе Евангелия Теана. Благодарим тебя, Господи, за братья, которые приходят. Благослови всех и наших чад, чтобы они выросли истинно верующим тебе. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. С миром Божьим. Слава Богу.